В борьбу с пьянством за рулем вступили дети. В пятницу в кухне прошла акция под названием «С Бахусом не по пути». Дорожные полицейские вместе с сотрудниками полиции и ребятами из отряда юных инспекторов дорожного движения вышли на улицы города, чтобы еще раз напомнить водителям о том, что пьяными за руль садиться нельзя. У нас заготовлены были стикеры вместе с детьми. Мы показали водителям, кто такой Бахус, что это бог виноделия, и предложили им либо выпить алкогольную продукцию, которую он показывает и говорит, давай со мной выпьем, либо все-таки сказать, что нет, пьянство убой, я не буду пить за рулем, я за свою безопасность, я безопасность детей, за безопасность взрослых, я поддерживаю ваше мероприятие, вашу акцию и приклею на свою машину, на стекло на заднее, да, вот этот стикер, что я против пьянства за рулем. Закутанный в белую мантию бог виноделия, не стесняясь, предлагал водителям испить якобы алкогольный нектар, но на соблазн и спустителям не поддался ни один из остановленных автомобилистов. Знаете, кто Кубакус? Да, бок на дерево, похож он на бок на дерево, у него есть бутылка, он там даже стоит алкогольный, хотите? Нет, вот видите, они вам вручили сейчас стикер, это оклейка, мы предлагаем вам, если вы поддерживаете нас, что за рулем пить нельзя, то клеите ее и все, да, держите. Детишек надо привлекать к этому делу, потому что это молодежь, это наше будущее, это безусловно, ну а пить вино за рулем, тем более, конечно, нельзя. Кроме стикеров, автомобилистам выдавали брошюрки, на главной странице которых изображен открытый гроб. Надпись не менее мотивирующая, пьяным ты садишься не в машину. Сам бог виноделия хоть и искушал водителей спиртным, на самом деле является ярым противником пьянства за рулем. Я как бы бахус, бог виноделия. Акция проходит, мы призываем водителей не пить за рулем, чтобы ничего плохого не случилось с ними. Пока автомобилисты клеили стикер на заднее стекло, сотрудник полиции напоминала им о новых поправках в законе от 1 июля этого года. Теперь за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде нарушителям грозит уголовная ответственность. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.